доброе утро христианский центр сегодня хочу поделиться с вами одной хорошей традиции которая есть у многих верующих у многих семей эта традиция читать библию или вместе или поодиночке мы читаем библию по графику но есть еще одна хорошая традиция читать одну главу из книги притч каждый день в книге притч 31 глава и получается что если мы будем читать главу соответствующую дню в этом месяце мы будем следовать определенному графику и за месяц прочитывать вот эту книгу которую считают кладезем мудрости поэтому сегодня 27 июня я предлагаю прочитать нам вместе двадцать седьмую главу книги притч давайте вместе почитаем не хвались завтрашним днем потому что не знаешь что родит тот день пусть хвалит тебя другой они уста твои чужой они язык твой тяжел камень весок и песок но гнев глупца тяжелее их обоих жесток гнев неукротима ярость но кто устоит против ревности лучше открытое обличение нежели скрытая любовь искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего сытая душа попирает и сот а голодной душе все горько и сладко как птица покинувшая гнездо свое так человек покинувший место свое масти курения радует сердце так сладок всякому друг сердечным советом своим не покидай друга твоего и друга отца твоего и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего лучше ли лучше сосед вблизи нежели брат вдали будь мудр сын мой и радуй сердце мое и я буду иметь что отвечать злословищем у меня благоразумные видят беду и укрывается они опытные идут вперед и наказываются возьми у него платье его потому что он поручился за чужого и за стороннего возьми от него залог кто громко хвалит друга своего с раннего утра того сочтут злословищем за злословищем непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны кто хочет скрыть ее тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей дающую знать о себе железо железо острит и человек изощряет взгляд друга своего кто стережет смоковницу тот будет есть плоды ее и кто бережет господина своего тот будет в чести как в воде лицо к лицу так сердце человека к человеку преисподняя и авадон ненасытимы так ненасытимы и глаза человеческие что плавильня для серебра горнила для золота то для человека уста который хвалит его толки глупого в ступе пестом вместе с зерном не отделится от него глупость его хорошо наблюдая за скотом твоим имей попечение о стадах потому что богатство не навек да и власть разве из рода рот прозебает трава и является зелень и собирают горные травы овцы на одежду тебе и козлы на покупку поля и довольно козьего молока в пищу тебе в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим так друзья порой не нужно глубоких посланий и каких-то проповеди разъясняющих которых так много вокруг и мы порой уточняем себя различного рода посланиями но что ценно для каждого человека божьего ежедневно обращаться к божьему зеркалу божьему слову и оттуда получать что-то лично для себя поэтому пусть у каждого из нас будет хорошая традиция читать регулярно библию и если вы возьмете на вооружение читать одну главу из книги притч каждый день я думаю что это будет хорошо да благословит вас господь